Всем привет! Меня зовут Алена, вы на канале Казевая Арта. И сегодня буду рисовать красную панду карандашом. Немножечко циркуля использую. Ну, всего пару раз. Для начала проведу вот такие две линии. Вертикальную и горизонтальную отмерю в какой-то стороне точку. От этой точки отмеряю 3,5 см и рисую окружность. В окружности я рисую горизонтальную линию. От центра окружности я начинаю отмерять сантиметры. Сначала 1 см, потом еще 1 см. Это нужно для глаз. От центра еще 0,5 см отмеряю. И с другой стороны делаю то же самое. Теперь провожу вертикальные линии. Должно получиться примерно вот так. Теперь вниз отмеряю 0,5 см. Потом от этой точки сантиметр. И еще ниже, еще раз 0,5 см. Провожу горизонтальную линию. Вот такая вот схема у меня получилась. Теперь в эту схему нужно врисовать голову. Но перед этим еще нужно отмерить по сантиметру справа и слева для ушей. В этом месте будут ушки. И провести вертикальную линию. Чтобы отмерить само тело. Вообще, где оно будет, да? Нужно мне отмерить 7 см. Это диаметр окружности получается. И половинку окружности радиус 3,5 см. То есть в целом вправо я отмерила 10,5 см. Теперь я откладываю линейку в сторону и начинаю прорисовывать тело. Начну, пожалуй, с тела. Вниз, кстати, 7 см также отмерю. Забыла. Вот теперь смело можно рисовать тело в ту мордочку. Где-то вот здесь, посерединке. На глаз так примерно серединка. И вот от этой точки веду вот такую вот линию дугу. Это попка. Спина и попка. Красный панды. Я достаточно неуверенно себя чувствую в этом рисунке. Потому что он необычный. Он в полный рост. И ни лап, ничего не видно. Хотя, казалось бы, должно быть проще простого. Но я немножечко скованно себя чувствую. Когда не вижу каких-то конкретных пропорций. Вот. Вот от этой точки, которую я отмерила, отметила. Рисую хвост. Вот такую дугу. Ну и хвост надо будет прорисовать. Он достаточно пушистый у него. Но не такой уж прям, чтобы все тело закрывал. Красные панды такие милые, кстати. Я посмотрела фотографии. Спасибо тому, кто подал мне идею нарисовать ее. Очень интересно. Теперь осталось нарисовать грудь. Вот где-то вот здесь, сюда. Ориентироваться нужно по линиям, которые я нарисовала. То есть, чуть правее, левее от крайней линии получается. И вот здесь также грудь. Ну, вернее, там лапа. Лапа, грудь. Она тоже вот. Ну, короче, видно ее вот здесь. А теперь можно и приступить к голове. Рисую глаз. Пока рисую очень схематично. Чтобы вам было проще и мне было проще ориентироваться в этом круге. Когда рисуешь глаза, примерно, ну, накидываешь, где они могут быть, то уже ориентироваться намного проще в самом вот этом вот безобразии линий. Нос я сразу сделаю видимым. И сразу дорисую туда ноздри. Нос достаточно простой. Посередине буквы Т надо нарисовать и обвести ее. От этой точки, от носа, я рисую вот такие две линии. Линию я рисую, скажем, 3 четвертых где-то вот так вот. То есть, если серединку отмерить, то серединку глаза, вот этого прямоугольника, и еще наполовинку разделить, то получается вот в эту точку надо будет линию провести. Она нужна для того, чтобы посмотреть разрез глаз. Я заметила, он у всех идет от носа именно. У человека это, по-моему, от нижней губы, а у животных, у многих, у них от носа идет. У собак, кстати, тоже, по-моему, от губы. Вроде не помню. Я когда рисовала овчарку, я там делала вот этот разрез. У каждого свой. Чем короче нос, я так понимаю, тем выше этот разрез глаз. Я рисую сразу ему зрачки. Зрачки, ну, собственно, они посередине глазного яблока идут. Но я их чуть-чуть сместила. К серединке, получается. Рисую губы. У него, кстати, вот этот, ну, как это, вот эта губа, она очень ровная. То есть там нету, как бы, как такого сильного, такого разреза не видно этих щечек. Она больше идет прямая просто. Сейчас животное окажется таким милым, типа, он такой что-то улыбается, там такие глазки. А когда я его дорисую, он такой серьезный, какого-то убить хочет кого-то. Такой вот у нас прям серьезный такой получился. Дорисовываю вот такие щечки ему. И вот здесь вот рисую вот такие прямые линии. Ну, как прямые, немножечко изогнутые. Там же у него пятна на морде и на хвосте пятна. И их нужно отобразить на рисунке. Таким образом, он будет больше похож на красную панду, чем если их не нарисовать. Ну, я так думаю. Может быть, вы думаете иначе. Рисую вот такие вот штуки. Это у него идут щеки. Подбородок он, как бы, отдельно, то есть, внизу, да. А щеки, они чуть выше. То есть, у многих просто есть животные, у которых щеки притекают плавно в нижнюю, в нижнюю челюсть подбородок. Вот сейчас, кстати, рисую уши. Здесь у него будет этот затылок. Или как он там называется? Чуть выше, получается, сделаю над окружностью прямую. И буду рисовать сейчас уши. Уши идут вот от этой точки. Вот сюда. И дугообразные такие линии непрямые. Они у него достаточно такие, ну, мягкие такие ушки. В плане того, что нету никаких ровных каких-то треугольников, ровных каких-то линий. Вот, поэтому все такое мягенькое, кругленькое, овальненькое. Все такое очень-очень-очень милое. Здесь у него кисточки будут. С другой стороны тоже на ухе кисточки. Это я их сразу обозначу. А ухо само идет, получается, вот где глаз, нижняя часть глаза, там заканчивается ухо само. Справа я ему рисую щечку пошире, потому что он соприкасается со своим телом. И у него тут такая, как бы, складка, что ли, называется, идет. Вот. С другой стороны вот так вот. Слева, получается, она поменьше, справа чуть-чуть побольше. Складочка это. В ушах рисую, там, тоже те штуки, кисточки эти внутри, которые... Ну, где-то вот так примерно делаю. Здесь кисточка, а с другой стороны тоже кисточка. Вот такая вот незамудренная мордочка получилась. Теперь остается ему нарисовать эти пятна, которые на морде. Они идут ниже глаз и над глазами. Вот таким образом дорисовываем ему пятна на мордочке. И, собственно, рисунок готов. Осталось дорисовать только на шерсть, небольшую шерсть на хвосте. И на теле примерно показать, где будут лапки, где будет задняя лапка, где передняя. Вот такой вот рисунок получился. Всем спасибо за просмотр. Слушайте в комментариях, кого еще нарисовать. Рисуйте со мной, скидывайте в социальные сети. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.